Итак, мы продолжаем наши заключительные лекции по книге Откровения, и мы остановились на очень остром моменте касательно природы этого тандема, который описан нам в 17 главе книги Откровения. Жена, сидящая на звере. Действительно, есть популярное мнение о том, что зверь 17 главы книги Откровения является отступившей римской церковью. Но мы увидели проблему. Жена – это Вавилон. Жена – это отступившая церковь. 14 глава, 8 текст, весть второго ангела адресует нам падение Вавилона к падению римской церкви, противопоставляя второго антихриста вестью о падении Вавилона. Если это так, то тогда не имеет абсолютно никакого смысла, чтобы римская церковь сидела на римской церкви. Что ж, давайте посмотрим. Дальше нам описано, кто есть этот зверь. «Скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель». Что ж, давайте посмотрим, кому это соответствует. Особенно слово «бездна» и выход из нее с дальнейшим движением в погибель. Прямо здесь, в книге «Откровения» 20 глава у нас описано, что это за бездна. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь, и взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать». Вот куда уходит этот зверь. Он был, а потом он оказался в бездне, то есть его не было. А что с ним происходит дальше? А происходит то, что в седьмом тексте написано, когда же окончатся тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей. И что с ним произойдет дальше? А в десятом тексте написано, что дьявол ввержен в озеро Огненное. Вот у нас бездна, двадцатая глава, с первого по третий текст. Вот у нас выход из бездны, двадцатая глава, седьмой текст. И десятый текст показывает его погибель. Вот кем является этот зверь. Он является самим дьяволом и сатаной. И действительно, мы видим, как, например, здесь у нас есть сходство между описанием дракона и зверя в двенадцатой и тринадцатой главе. У дракона есть семь голов и десять рогов. И у зверя есть семь голов и десять рогов. Мы говорили о том, что динамика взаимоотношений между драконом и зверем, она фактически похожа на динамику взаимоотношений между Иисусом и Богом. Видевший меня, видел и отца, говорит Иисус, и я, и отец, одно. Единственное, что нам написано, что этот дракон в согласно книге Откровения двенадцатая глава третий стих, он красный. А зверь в тринадцатой главе первом стихе не указан его цвет. А зверь, который здесь тоже имеет те же семь голов и десять рогов, он имеет багряный цвет, красный цвет. То есть, вот эта схожесть, она, конечно, может некоторых исследователей вводить в заблуждение. Но, опять же, два основных принципа, которые мы увидели. Первый принцип, на этом звере уже сидит римская церковь. И второй принцип, что место этого зверя в пустыне, там, где находится козел для Азазела. А этот козел является символом дьявола. Поэтому и естественно, очевидно, что дьявол сатана является тем основным механизмом, который вводит в действие и дает поддержку и отступившей церкви. Действительно, давайте посмотрим, мы увидели, что означает зверь, которого ты видел, был и нет его. И когда выйдет из бездны, пойдет на погибель. Давайте посмотрим дальше. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов есть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. У этих семи голов зверя есть два символа. Первый символ – это то, что эти семь голов являются семью горами, на которых сидит жена. И, естественно, мы говорили, что жена – это церковь, отступившая, и семь гор, конечно же, дают намек на Рим. То есть, Рим сидит на семи холмах. Но, опять же, семь голов, и дальше идет семь царей. Здесь уже на них не сидит жена. Семь голов – это семь царей. То есть, выражение, на которых сидит жена, относится исключительно к горам. И нам понятно, что жена – это отступившая церковь, и она находится в Риме, который сидит на семи холмах. А семь царей – это, соответственно, принадлежат этому зверю. Точно так же, как зверь ужасный имел десять рогов, и десять рогов – это была определенная надстройка. Рим – зверь ужасный книги Данила седьмой главы. Он имеет базис, а из этого базиса растут десять рогов, то есть, десять государств, вышедших из него. То же самое и здесь. Сатана – это базис, главный царь, князь мира сего. А у этого сатаны есть, соответственно, семь слух, которые находятся на земле и, естественно, притесняют народ Божий. Потому что в контексте мы здесь видим, что сначала установлено положение об уничтожении всех, кто не имеет начертания зверя, а, естественно, зверь ведет всех к поклонению дьяволу. Затем, когда Бог осуществляет свою угрозу, что всякий, кто будет иметь начертания зверя, будет пить вино ярости и будет мучим. То есть, мы видим здесь 16-я глава, это фактически Божье воздаяние всем тем, кто пытается преследовать народ Божий. И здесь мы видим в этом контексте явно идет речь о всех тех царях, которые преследовали народ Божий. Единственное, что, когда речь идет о царях, то всегда речь идет о системах, а не о личностях. Единственный царь, которого Библия когда-либо называла по имени, это царь Кир в книге пророка Исаия. Однако же в апокалиптических пророчествах мы не видим ни одного случая, когда какой-нибудь царь называется по имени. И это, конечно же, очень важный аргумент, особенно в свете того, что сегодня есть определенные мнения о том, что семь царей это семь пап, которые пришли после 1929 года. И, соответственно, многие называют сегодня Бенедикта 16-го седьмым царем. Естественно, мы видим уже, что на это нет никаких библейских оснований. Нигде в 18-й главе книги Откровения мы не видим ни малейшего указания на 1929 год. Также мы видим очень конкретно, что эти семь царей написано пять из них пали. Мы говорим о том, что падение это, конечно же, неестественная смерть. Пал, пал, Вавилон, звучит, говорит нам книга Откровения 14-я глава, А книга пророка Исаи 13-я глава показывает, как Вавилон был неспровержен, как Содом и Гоморра. Естественно, когда Даниил говорит Науху Доносору, ты золотая голова, то, конечно же, и дальше говорит, а после тебя будет другое царство, то, конечно же, Медоперсия, она не пришла сразу после смерти Наву Худоносора. После Наву Худоносора был его еще сын Набонид и Валтасар. Точно так же, когда мы говорим о царе персидском и царе греческом, говоря о 8-й главе книги Даниила, то мы здесь видим, что в Персии было много царей. Персы стали империей в 539 году и закончилось их существование в 333 году, то есть 200 лет просуществовала Медоперсетская империя. Не может здесь быть один царь. Никогда в Библии такая система не называется по имени. Просто потому, что Господь делает различие между личностью и системой. Не нам судить ни Иоанна Павла Второго, Кароля Войтылу, ни его предшественника, который, кстати говоря, снял с себя Тиару во время Второго Ватиканского Собора и сказал «Никогда более Папа Римский не будет царем». И на сегодняшний день ни Иоанн Павел Второй не носил Тиару, ни Бенедикт Шестнадцатый не носит Тиару, а Тиара заложена в банк и стоит сейчас в музее. Кстати, никаких букв на этой Тиаре не обнаружено и никаких надписей. Поэтому здесь мы не касаемся личности человека и не пытаемся решить судьбу человека. Мы не знаем, как каждый из них умер и что они думали. Мы говорим здесь о системе. Система, которая ставится, конечно же, не Богом. Система, в которой глава Римской Церкви берет на себя титул Понтифекс Максимус, Верховный Первосвященник, титул, принадлежащий Христу и Ему Единому. Кто же эти семь царей, которые вредили народу Божьему на протяжении всей истории? И кто из них пал? Все легко посчитать. Египет, Осирия, Вавилон, Медоперсия, Греция. Все эти системы пали. У нас есть пророчества о Египте в книге Еремея и Езекииля, предрекающих его падение. Осирия пала в 612 году, Вавилон пал в 539 году, Медоперсия пала в 333 году до нашей эры, Греция оказалась завоеванной Римом. И, естественно, эту книгу пишет Иоанн в 90-е годы нашей эры, тогда, когда Рим является существующим. Поэтому написано один есть, а другой придет и недолго ему быть. Ну, конечно, кто-то может сказать, ничего себе полторы тысячи лет недолго, но в глазах Божьих один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. В 90-м году Иоанн записал последние слова книги своей, которых Иисус говорит, все гряду скоро. И мы продолжаем ждать, потому что мы знаем, что не медлит Господь исполнением обетования, как многие почитают, то медленнее, но долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб, но все пришли к покаянию. вот что этот зверь собой представляет. Это козел для Азазела. Это тот, на которого первосвященник перекладывает все грехи человечества. Это дьявол сатана. Он является восьмым из числа семи этих царей, потому что он является основой и общим знаменателем всех этих систем, которые правили на земле по его указанию. Вот что показывает Господь Иоанну, прежде чем осуществить свое исполнение приговора. И после семнадцатой главы у нас идут две главы важные и прекрасные. Первая глава – это объявление о том, что Вавилон таки пал. – эта глава очень интересно расположена точно так же, как в книге пророка Исаии. У нас сначала идет в тринадцатой главе описание падения Вавилона, а в четырнадцатой главе падение вавилонского царя. точно так же и здесь, но в обратном направлении. Сначала говорится о суде или о возложении грехов на сатану, а он является истинным царем Вавилона, а потом идет поэма в такой же примерно поэтической форме, так называемая плачевная песень. Точно так же, как в Исаии. Подними плачевную песень о царе Вавилонском и о Вавилоне. И здесь это плачевная песень похороны великой блудницы и, естественно, предупреждение. «Выйди из нее, народ мой, чтобы не участвовать вам во грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Действительно, в книге пророка Исаии падение Вавилона является знаком к тому, чтобы народ израильский вышел из него. Посмотрите, как об этом красиво пишет нам Исаия. Вся 13-я глава говорит о падении Вавилона. И вот, пожалуйста, «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет не спровержен Богом, как Содом и Гомора, и не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, и не раскинет аравитянин шатрат своего, но будут обитать в нем звери пустыни, домы наполнятся филинами, страусы поселятся там, и косматые будут скакать там». И дальше идет как бы смена темы. «Близко время его, не замедлят дни его, ибо помилует Господь Якова и снова возлюбит Израиля и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Якова». Вы видите, что происходит? Вот это вот спасение Якова, избавление Израиля из Вавилонского плена, оно как бы провозглашается после того, как Вавилон пал. Пророчество исполнилось. Вавилон пал, и царь Кир дает указание, разрешение, отпускает народ обратно строить храм. Но проблема в том, что не весь народ выходит, только небольшая часть выходит за Рававилем. И поэтому сейчас, когда снова у нас идет падение на уже нового Вавилона, духовного Вавилона, Иоанн хочет забить гвоздь. И здесь, конечно, не Иоанн, а это сам ангел, иной ангел, имеющий власть великую и славу, от которой освещается вся земля. Мы видим его весть. Выйди из него, народ мой, не вздумай задержаться, пусть не привлекают тебя богатства. И вот дальше идет описание, как эти все богатства, как эта вся торговля, естественно, торговля это основа и двигатель прогресса мирского. Именно поэтому, например, описывая Тир, тоже используется образ царя Тирского, как сатаны. Но вот это все сейчас Бог призывает оставить, потому что грядет катастрофа на этот Вавилон, и Господь не хочет, чтобы никто из его детей в этом Вавилоне не пострадал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова